Девушки отдыхают И самые захватывающие приключения на краю света С этим справятся только самые отважные ведущие Коля Серга и Регина Тодоренко Алло, Альфа-Банк Кто из них проживет уикенд на краю света как миллионер А кто всего на 100 долларов Как всегда решает Орел или Лешка Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Уже? Уже орел. Решка. Хоп. Решка! Регина, ты знаешь, как будет по-тайваньски? Подайте нищему на пропитание. Нет. За два дня выучишь. Тайр-псак. Давай, помогу тебе. А я за два дня выучу, как будет. Здравствуйте. У меня золотая карта. Я хочу купить у вас все. Моя золотая карта на международной платежной системе Мастеркард. А это значит, что я могу рассчитываться в любой точке мира без проблем. Тайбэй – город на другом конце земли. Это столица Тайваня. Живописного острова в Тихом океане на самом востоке Азии. Здесь царит настоящий культ здорового образа жизни. Тайбэй – это город древних лечебных практик, гастрономического изобилия и странных развлечений. Сюда едут за яркими впечатлениями. Ну, здравствуй, Тайбэй. Слышите этот гром? Это гром от моей молнии. Есть две вещи, перед которыми настоящий мужчина не может устоять. Это борщ и порш. Пристегните ремни. Мы взлетаем. 3000 тайванских долларов – это 100 американских баксов. Получается курс 1 к 30. Считать удобно. Осталось найти какой-то транспорт. От аэропорта до центра Тайбэя – километров 50. Чтобы добраться до города, можно поехать на автобусе. Это недорого, но долго. Есть одна маленькая хитрость. Можно доехать на автобусе до железнодорожной станции и оттуда на скоростном поезде прямо в город. Так и сделаю. Одна остановка на автобусе. А теперь на поезд. Тайванцы очень гордятся своей скоростной дорогой. Она тянется 300 километров через весь остров. С севера на юг Тайваня можно добраться за полтора часа. А до Тайбэя ехать всего 7 минут. В автобусе я бы еще час тащилась. Итого, я потратила на 1 американский доллар больше. Доехала в 2 раза быстрее и в 10 раз интереснее. Интересно, что после каждого рейса прямо на станции поезд чистят и дезинфицируют. Первое, что замечаешь в Тайбэе – это огромные эстакады. Двух- и трехуровневые, они тянутся и опутывают весь город. На развязки тайваньцы денег не жалеют. И результат налицо. Хотя Тайбэй считается одним из самых густонаселенных в мире, попасть хоть в одну серьезную пробку здесь почти нереально. Тайбэй – очень молодой город. Ему всего-то чуть больше 100 лет. В центре сплошные новострои и современные офисные кварталы. Но, как ни странно, весь этот бетон на тебя не давит. Тайбэй кажется очень зеленым и, может быть, поэтому очень приятным городом. Тайбэй – это другая Азия. Совсем не так грязная, которую мы знаем и которая нас, европейцев, повергает в шок. Здесь все очень цивилизованно. Ну вот, сравните. Чистые улицы. Широкие тротуары. Нормальные пешеходные переходы. Живописные парки. Знаете, что это? Никогда не догадаетесь. Это щитовая будка. Их здесь по городу целая куча. И у каждой свой собственный рисунок. И сделаны они вручную. Вот такой вот креатив от коммунальщиков. Живут большинство тайваньцев не в каких-то там трущобах, а вполне опрятных кварталах с узенькими улочками. Кажется, здесь все друг друга знают с детства. А соседи – одна большая семья. Ну тут как-то по-своему уютно и чисто. Всякая зеленушка, вазончики, цветочки. Птички поют. Друзья, сегодня впервые за всю историю Орла и Решки богатый турист остановится в мотеле. Обычно в кино мотеле – это придорожные раздолбайки, в которых ночуют не от хорошей жизни. Но такое вы найдете только в Тайбее. Спасибо. В мотеле класса люкс. Как и полагается, с отдельным заездом прямо к номеру. Этот мотель называется «Любовь». Все номера в нем тематические и очень игривые. Популярно это место среди пар, которые ищут разнообразие. Судите сами. Здесь к номеру прилагается аттракцион с лошадками. Вот апартаменты с танцполом. Тут прямо комната шахерезады. А эта комната больше похожа на такую маленькую спаленку арабского шейха. Садик с джакузи. А вот какая-то опочивальня для феи. К слову добавлю, что ни в одном из номеров нет окон. Полная конфиденциальность. А вот и мой номер. Это самый дорогой номер в этом мотеле. Напоминает космический корабль. Посмотрите на этот инопланетный диван. А вот и мой командный пункт. Опа! А вот набор для обеспечения безопасности членов экипажа. Мне кажется, я буду первым постояльцем этого отеля, кто тут будет просто спать. Ну а я нашла приличный хостел в центре города. О, так тут своя. Тут свой душ. Ну, на шестерых на свой. Не нужно куда-то переться в коридор, чтобы помыться. В каждой комнате отдельный душ и маленькая гардеробная. О чем еще нужно мечтать? Это не хостел просто, а мечта. А теперь гулять. Я пришла в место, почитаемое всеми тайванцами. Мемориал народной демократии. За моей спиной мавзолей Чанкайши, отца тайваньского народа. Дважды в день в мавзолее проходит почетная смена караула. Посмотреть на это приходят не только туристы, но даже местные. Они настолько синхронны, как будто бы это все выполняет один человек. Просто клонированный. Чанкайши – самый почитаемый на Тайване человек. Вот он. Восседает прямо как Линкольн в Вашингтоне. Это бывший китайский главнокомандующий. С приходом к власти коммунистов он бежал на Тайвань с остатками верных войск, двумя миллионами беженцев и всем золотым запасом поднебесной. Здесь Чанкайши и основал демократическую Китайскую республику. За 65 лет захудалый остров стал страной с мощной экономикой. Но несмотря на это, сейчас Тайвань – непризнанное государство. Для большинства стран мира это просто китайская провинция. Себя тайваньцы считают истинными хранителями китайских традиций, но обратно в Китай не хотят. Ведь там средняя зарплата – 300 долларов в месяц, а на Тайване – все 700. В последнее время у правительственного квартала в Тайбэе проходят митинги. Все эти люди против укрепления отношений с Китаем. Сейчас правительственный квартал оцеплен. Там стоит правительственное здание. И несмотря на эту колючую проволоку, можно зайти и посмотреть. Ну вот, я в правительственном квартале Тайбэя. В обычное время здесь очень много людей. А сейчас – спецтехника. И много секретных сотрудников. Все это время, пока я иду по этой длинной улице, меня сопровождают вот такие молодые люди в белых рубашках. Вот сейчас я поворачиваю. И он будет снова идти за мной. Такое ощущение, что я преступница и за мной наблюдают. Тайвань славится здоровой и очень полезной кухней. Основной рацион местных составляют только свежие продукты – фрукты, овощи и мясо. Тайбэ предлагает туристам не только вкусную еду, но и самые разнообразные тематические рестораны. Я отправляюсь в гастротур по самым необычным. Итак, первым делом все путеводители направляют в этот ресторан тайваньской кухни. Тут всегда толпы азиатских туристов. Приезжают они только ради одного – фотографии на фоне необычного интерьера. Бетонные изваяния. Наскальные рисунки аборигена. Какие-то идолы пещерных людей. Это место больше похоже не на ресторан, а на храм какого-то культа. Культ тайваньской еды. Ну а я попробую здесь главный деликатес местной кухни – салат со 100-летними яйцами. Делаются они, конечно, не 100 лет, а всего месяц-другой киснут в чае. Честно говоря, по своей воле я бы никогда не попробовал это. Но профессия ведущего обязывает. Вкусно? Обалдеть, на входе девочка Барби и мальчик Барби. Во всем мире есть только одно Барби-кафе. И оно здесь, в Тайбэе. Я сломал шарик. Ходят слухи, что это самое розовое место на всем Тайване. Такое чувство, будто пластмассовый дом Барби увеличили и открыли тут кафе. Розовые стены, розовые диваны, даже стулья в пачках и розовых носках. В меню тоже все для Барби. Сплошные пирожные, мороженое и фруктовые коктейли. Даже не знаю, выберу эту. Я задался вопросом, кто ходит в подобные заведения. Когда я увидел этих двух прекрасных девушек, я не был удивлен. Но, когда я увидел паренька с татухой, я удивился. Итак, всем, кто в детстве мучился, что же ест кукла Барби, посвящается. окей, thank you. Это Барби сода. Оказывается, вот когда я у бабушки на кухне брал минералку и разводил в ней яблочное варенье, это было Барби сода. А я-то долго не мог придумать название своему коктейлю. Барби сода вкус из детства. А это фирменный десерт Барби. Эти двое как-то странно на меня смотрят. Я ведь не Барби, даже не Кен. я Бэтмен. Я хочу сделать праздник для настоящего Барби и настоящего Барби-фуда. Спасибо. Итак, заведение номер три для настоящих супергероев. Мало кто знает, но именно здесь хранится сокровище всех фанатов Бэтмена. Как будто бы Бэтмен просто взял и припарковался в Секстинской капелле. А ведь это настоящий Бэтмобиль из второй части Бэтмена. Я узнал, машина настоящая. Говорят, ее купили для съемок сериала Панда Мэн. Что, не смотрели? Я тоже не смотрел. Расслабьтесь. Панды! Их так много. На Тайване настоящий культ панд. В самом центре Тайбэя есть целая инсталляция забавных бумажных мишек. Она здесь, чтобы показать тайванцам и туристам, как мало бамбуковых медведей осталось в мире. Оказывается, в дикой природе их всего 1600. Ровно столько, сколько и фигурок на площади. Пока Регина рассказывала о нелегкой судьбе панд, я успел разобраться с порцией омаров. Я наелся так, что если в меня сейчас воткнуть иголку, я лопну. Со своей кредитной карточкой GoldMaxim от Альфа-Банка я бы мог отсюда спокойно уехать на Бэтмобиле. Но меня ждет тачка побыстрее. Вообще очень приятно, когда ты без проблем можешь рассчитываться карточкой в любой точке мира. ой, смотри, какое прикольное заведение. Пойдем туда. Идем. Идем. Тематические рестораны в Тайбэе действительно на каждом шагу. Но этот, пожалуй, самый необычный. Здесь вкусно. Да. Да? У нас есть. Ага. Итак, туалетный ресторан. Ужин в компании унитазов, писсуаров, биде и уток. Это, конечно, для гурманов. Серьезно? мне еду в унитазе принесли. Надеюсь, на кухне ничего не перепутали. Ну, рискнем. грамм. Ага. Угу. Хлеб, извините, похож на самую настоящую какашку. Но вот это естся мерзко, если честно. Стыдно. Все-таки мне здесь как-то не по себе. Видно, что тайваньцы к физиологии относятся проще. Наминают и даже не стесняются. Это результат нашего хорошего здоровья и метаболизма прекрасного. Тайваньцы славятся крепким здоровьем и долголетием. Говорят, главный секрет таится в традиционной медицине. В общем, той, которая у нас считается нетрадиционной. Тайваньцам известны самые необычные практики древнего китайского врачевания. Мне тоже хочется испытать на себе, что же это такое. Итак, первый этап – акупунктура. Мне сказали, что это не больно. Сейчас стоит лечь, расслабиться и получать удовольствие от процесса. Ой-ой-ой, ес. Больно только в момент укалывания. Вот такое странное ощущение. Я лежу, я понимаю, что у меня что-то торчит. И боюсь шелохнуться. Тайваньцы лечат иголками едва ли не все болезни. Они верят, что в теле человека течет жизненная энергия ци. Если какой-то из каналов блокируется, человек болеет. Вылечиться можно только уколом в специальную точку. Всего таких точек 361. И тайваньские врачи знают каждую. Чтобы усилить целебный эффект, сверху на иглы цепляют какие-то таблетки с китайскими травами. А затем поджигают. Только что доктор сказал, что я похож на именинный пирог. Это правда? Слушайте, я действительно хорошо. Раз чувствую себя по-другому. Приеду домой, славлю ежика и буду себя тыкать. Спасибо. Второй этап. Релаксирующий массаж. Здравствуйте. Ты делаешь массаж? Да, массаж. Какой тип массаж? Я люблю массаж. Жизнь. Жизнь. Пока. Удачи. 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 Очень безопасно. Это безопасно? Да. Ты уверен? Такими огромными тесаками разве что туши разделывать, а не здоровье поправлять. Но я рискну. Чувствую себя тушкой в мясном ряду. Сейчас меня будут разделывать. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Тайваньцы считают, что такой массаж улучшает кровообращение. Ай, ой, ой, ой. И выводит из организма вредные токсины. Еще бы. Столько нервов и пота. Друзья, если за вами по улице бежит человек с ножом, не стоит кричать и звать тут же милицию. Возможно, он просто хочет сделать вам массаж. Третий этап. Этот суровый кунг-фуист, большой специалист массажа. Огнем. Мои сегодняшние массажи напоминают список запрещенных вещей к транспортировке в самолете. Колющие, режущие и воспламеняющиеся. Ага, да-да-да. Я верю, я верю. А-а-а. 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 Да-да-да, я верю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Спину смазывают какой-то травяной жижей. Накрывают и поджигают. Горячий лечебный экстракт буквально втекает под кожу. Так тайваньцы укрепляют иммунитет и омолаживают организм. Извините, конечно, но это какая-то экзекуция. Ребят, я не вижу, что там происходит. Скажите. Скажите, мои уши меня не обманывают? Я горю? Ай-яй-яй. Там что-то горит? А потом скажут, сгорел на работе. С кредитной карточкой GoldMax от Альфа-банка я могу снимать деньги в любом банкомате мира без комиссии. Вечером в Тайбэе у бедного туриста есть одно очень необычное развлечение. За моей спиной самый большой ночной рынок Тайваня – Шилин. Тысячи туристов приходят сюда ради невероятного кулинарного изобилия. Друзья, тут целые ряды с едой. И все дымит, жарится, булькает. Еда на тайваньских рынках не только свежая и полезная, но и опрятная. А это для Азии, конечно, редкость. Я даже название не знаю, что это такое. Ой, а тут какие-то фрукты в карамели. Такие яркие и аппетитные. Что тут у нас? Клубника, томаты с черносливом. Оказывается, помидор на Тайване считают фруктом. Надо попробовать. Я хочу этот. 30. 30, окей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Но карамель настолько перебивает вкус помидора. Мне кажется, что ты ешь грушу. Груша в кляре. Груша в кляре. Прикольно. Спасибо. ВОЛЧЕСКАЯ МУЗЫКА Встаю, как будто у меня рука сломана. Слушай, не могу никуда положить полотенце, мне как-то... Ну, я не брезгливая, но как-то... ну, как-то так себе. Уже давно за 12, а у меня в хостеле еще бодрствуют. Эй, вы спать собираетесь вообще? Может, мы можем отключить свет? О, вот, так легче. Спасибо большое. Спасибо. И не вздумайте храпеть. Доброе утро. Тут так хорошо спится. Ужалка, пусть на ложечко просто... Чем заняться бедному туристу в 7 утра? Конечно же, утренней гимнастикой. На Тайване настоящий культ здоровья. Каждый день с самого утра в парках Тайбэя собираются местные. И группами или в одиночку разучивают странные ритуальные танцы. Это тайцзи, древнекитайская физкультура. Что-то среднее между гимнастикой и боевым искусством. Такая гимнастика очень популярна среди местных старичков. Они считают, что тайцзи – это ключ к долголетию. А что, может быть, в среднем продолжительность жизни на Тайване 76 лет. Неплохой эффект от зарядки. На самом деле я вижу, как у этих милых леди напрягаются руки, шея. Все так изящно, и это похоже на какой-то танец, который я явно не выучила. Извините, девочки, я не подготовилась. Я тоже решил взбодриться с утра. И нашел кое-что покруче кофе. Странное ощущение. Зависнув между небом и землей, Париж в свободном полете. Как огромная птица. А-а-а, мои ноги! Кажется, будто вот-вот зацепишь ногами верхушки деревьев. Горные склоны, пальмы, вечно зеленые леса. Здесь такой чистый воздух, что кружится голова. Вот она, самая знаменитая достопримечательность Тайваня. Гордость тайваньцев. Полкилометра тайваньской радости. Тайпэй 101. Это одно из самых высоких зданий мира. Как и полагается уважающим себя небоскребом, на Тайпэй 101 есть смотровая площадка с панорамным видом на весь город. Ну как там не побывать? Дамы и господа, сейчас впервые ведущий Орла и Решки проедется в лифте. Но я так торжественно объявляю, потому что на самом деле этот лифт попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что он самый быстрый лифт в мире. Кабина просто космос. Представляете, за секунду пролетает три этажа. За одну секунду. Я не успела, я ничего не понимала вообще. Уже? Спасибо. 382 метра над землей. 89 этаж. Но я надеюсь на что-то нереальное. Ну вот, как всегда. И билет купила, и на башню взобралась. А весь город в смоге. Из такой высоты, как в дымке. Радует, что смотровая площадка это не единственное развлечение для бюджетного туриста. Наверху Тайпэй 101 есть то, благодаря чему небоскреб вошел в список самых грандиозных сооружений человечества. Вот этот огромный шар. Весом 660 тонн. Это гаситель колебаний. Сейчас объясню, как он работает. Тайпэй 101 – первый небоскреб, построенный в зоне землетрясений и урагана. При сильных порывах ветра или даже небольшой тряски эта махина отклоняется от своей оси и может завалиться. Поэтому вдоль всего небоскреба натянуты тросы с датчиками, которые фиксируют любое отклонение от вертикали. Информация с датчиков поступает на компьютер. В случае необходимости огромные поршни толкают шар в противоположную от отклонения сторону и таким образом выравнивают здание. Если бы не эта штуковина, то Тайпэй 101 давно бы уже упал. Я еду в одно из самых красивых мест на Тайване – ущелье Тарока. Дорога в ущелье Тарока входит в десятку самых опасных дорог в мире и в десятку самых прекрасных мест в мире. Как будто бы здесь снимали затерянный мир. Тарока – это огромный заповедник, зажатый между мраморных скал. Вот уже тысячи лет горная река, как скульптор, крошит каменные глыбы и прорисовывает удивительные извояния и узоры. А это что еще за гул? По выходным на Тарока совершает набег моря одинаковых белых касок. В некоторых гротах часто осыпаются горные породы, поэтому всем туристам выдают защитную амуницию. Толпа превращает ущелье в шумный базар. От нее хоть где-нибудь можно спрятаться. Класс! Здесь так тихо, спокойно. А там внизу толпы туристов, автобусы. А здесь никого. А все потому, что на въезде стоит знак. Вход воспрещен. И вся суета осталась где-то там, вдали древнего буддийского храма. Красиво у вас здесь, мужики. Я тоже отправилась в загород. К северу от Тайбэя, среди зеленых гор, находится пригород Бэйтоу. Вот таким значком обозначаются горячие источники. И они здесь повсюду. Ради них в Бэйтоу приезжают и местные, и туристы. Как хорошо в такую жару поесть любимого мороженого. Лимонное. А вот вкусно. Вне дорога в самые дешевые купальни. Вход всего чуть больше доллара. Длинные очереди, конечно, прилагаются. Итак, зацените СПА по-бедному. Куча маленьких бассейнов, витком набитых тайваньскими старичками. Сидят себе и откисают час-другой тепленькой водички. Чувствуешь себя как в старом добром санатории. Такое ощущение, что я в пансионате. На самом деле, я не брезгливая. Ну, вода настолько мутная, что мне кажется, что здесь помылось пол Тайваня, если не больше. Ну, все. Пошла. Пошла лечиться. Она теплая. В воду с примесями серой тайваньцы считают панацеей от всех болезней. Эффект от ванн старички подкрепляют гимнастикой. Кажется, будто попал на съезд йогов. Признаться, друзья, ко всем этим купальням относишься несерьезно, пока не узнаешь, сколько на самом деле лет всем этим людям. Я 13, 32. 64. Да. 55. 55. Речь? Три. Чтобы так выглядеть, тайваньцы приходят в купальне минимум раз в неделю на протяжении многих лет. Я тоже хочу в 80 выглядеть, как этот дедушка. Вы знаете, что ему 80 лет, а на его голове ни одного седого волоса. И выглядит он на 40. Ну, теперь, теперь, я точно знаю секрет молодости всех тайваньцев. На Тайване, как и в Китае, есть очень красочная традиция. На китайский Новый год местные запускают в небо тысячи фонариков. Говорят, это грандиозное зрелище. Это место славится тем, что каждый февраль здесь проходит фестиваль бумажных фонариков. Сейчас, конечно, не февраль, но моя душа хочет праздника. Деньги у меня есть, поэтому я устрою свой фестиваль. Фестиваль Орла и Решки. В пригороде Тайбэя на станции Пинкси всегда полно туристов, которые только рады бесплатным развлечениям. Фонарики разлетаются, как горячие пирожки. Все цвета фонариков очень символичны. красный, например, приносит счастье и удачу. Желтый или оранжевый успех. Зеленый крепкое здоровье. Ну, а белый богатство и процветание. То, что мне и нужно. И так, три, два, один, Гоу! Друзья, по старой доброй традиции Орел и Решка прячут для вас клад. Сто долларов. На эти деньги в Тайбэе можно прожить целую неделю, а на сдачу накупить тайваньской технике. А спрячем мы ее вон там. За бутылкой отправляйтесь в район Санчонг. Под мостом Жунсяо сверните налево на дорогу Юэди. Поднимаясь вверх, у небольшой парковки найдите бетонные завалы. Прямо под ними и спрятана выдулка. Удачи! Тайбэй – это удивительный мегаполис, где современные технологии уживаются с древними традициями. Тайванцы проектируют грандиозное сооружение человечества. Но в то же время до сих пор лечатся старинными и даже опасными методами. Тайбэй – это город здорового образа жизни и вечной молодости. Это настоящее открытие для любознательных туристов. Город, в который хочется погружаться и исследовать изнутри. Мама! Я люблю тебя! Еще вкуснее, из унитаза я еще не ела. Банды! Их так много! Красиво у вас здесь, мужики! Я ведь не Барби, даже не Кен. Извините, девочки, я не подготовилась. Ай-яй-яй! Там что-то горит? Привет! Привет! Все нормально? Ты спугалась. Не пугайся, это я. Я знаю, меня сложно узнать, потому что Тайбэй меня просто поменял. Ну-ну-ну, расскажи, что ты видел, где ты был. Он просто сделал со мной такое. Он меня и колол иголками, и рубил тесаками, и даже поджигал на спине. Сейчас отсюда мазать. Зато теперь у меня там кожа, как у младенца. На спине? Да. Я видела таких бабулечек, которым 95 лет, и вот у них кожа на лице, как у младенца. А как у них кожа на грудной клетке? О боже, опять ты свои шубчики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!